Привет, дорогие друзья, любители России.ру и нашей психологической страницы. Сегодня я буду вам рассказывать жалобы на совместную постель. Одна девушка написала мне о том, что молодой человек открывает Насте шакно даже в феврале, и она купила термопростынь, включает только свою половину, но, как ни странно, он мерзнет поначалу, поэтому забирает на себя общее одеяло. Другая девушка говорит, что она очень любит своего домашнего питомца, а теперь их и два, и она желает спать со своими котами в совместной постели. У мужа четкая аллергия теперь и на котов, и на жену. Третья жалоба, что мужчина очень любит прохладу, и поэтому включает кондиционер так, что она боится, что у нее будет обморожение носа. И она ночью потихонечку просыпается, берет пульт и выключает спецсистему с выбитым зубом. У меня пришла девушка и сказала, что ее спустили на этаж ниже в частном доме, и с тех пор больше подняться на этаж мужа она не может. Муж храпит, как ерехонская труба, купила беруши в аптеке, обижается, что он просыпается ночью, я с оранжевыми ушами. Девушки говорят о том, что я храплю, я сделала себе искусственные ногти, я нарастила волосы, я сделала пластическую операцию, я убрала живот, я вообще красямба. Но, к сожалению, получается так, что трудно мне лечь в постель со своим любимым человеком, потому что я знаю, что я даю храповицкого такого, что даже в поезде боюсь с ним ехать. Следующая жалоба заключается в том, что она встает рано утром, включает телевизор, я не люблю позывные утренних новостей, шаркает тапками и уходит одеваться в другую комнату. У меня сияет иллюминация, горит телевизор, и я по утрам готов ее убить. Итак, спать или не спать совместно, и нужно ли вообще общее одеяло? Начала я копать издалека, открыла исторический аспект и посмотрела, как об этом говорили наши деды и прадеды. В канонах, как было построено, молодожены должны жить совместно. То есть печка, самое теплое, самое лучшее, самое уютное место в избе, предназначалась для молодых. То есть у них была специальная ширмочка, и целенаправленно, хочет жена мужа, не хочет, есть ли у них совместные какие-то прикосновения и воркования в течение дня, неважно. Главное, что молодые залезли на печку и задернули ширму. Были такие поговорки о том, что ночная кукушка дневную перекукует, и именно там стратегировалась дальнейшая жизнь, строились какие-то мечты, люди мирились, люди выясняли отношения, шушукаясь чаще всего, жили с родителями, поэтому не нужно было на показ все это выставлять. Ну и занимались любовью, естественно. И уйти от мужа, слезть с печки на лавку, жена могла только через полтора года. В течение полутора лет наши прабабушки считали, что настраивается именно вот этот вот телесный контакт, когда пахнет от мужа потом или не пахнет, спит ли он с открытым ртом, красивый он, некрасивый, это никого не интересует. Задернули ширмочку, сделали другие дополнительные черные шторы, так, чтобы, если эстетический вид вашего любимого человека вам не нравится, так, чтобы его не видеть. Вот со звуком здесь, конечно, сложнее, с запахами тоже сложнее. Закон был таков, что если женщине очень рано вставать, собирать траву, нужно загадать на ночь сон, и она будет рано вставать, или если она понимала, что у нее утренняя какая-то работа, и это ранний подъем, она занималась на печке с мужем любовью, аккуратненько по лестничке спосывалась и уходила на лавку спать. Дальше, значит, закон был такой, в течение всей жизни мужчина мог спокойно спать на печке, но потом старик спускался с печки и залазила на нее старуха. Было так, полтора года они обязаны жить на печке вместе, после этого жена могла слезть с печки, если она хотела, и лечь на лавку, но старуха потом опять залазила на печку, а спускался дед. В этом было очень много разумного зерна. Говорили о том, что действительно храп наш богатырский мужской не дает женщине выспаться. Она разбитая, ей нужно следить за детьми, детям нужно вставать, подниматься, и чаще всего родившая женщина тоже не спала вместе с мужчиной. Сейчас у нас не у всех есть возможность получить огромное жилье, разъехаться по разным этажам или по разным спальням, но разделите хотя бы одеяло. Ничего страшного в этом нет. К тому, кто хочет найти тело, он его найдет, стоит только протянуть щупальцу. Но он может спать под толстым, вы можете спать под тонким. Это уже какая-то забота элементарная. Обходите конфликты, разводятся люди только потому, что он противник того, чтобы она уходила в другую комнату. Она говорит, я очень плохо себя чувствую. Он шевелится, он разбрасывает руки, он дерется ногами. Я ухожу в другую комнату, а он воспринимает это как семейную разборку и претензию. Смотрите, можно, конечно, таким образом воспитывать своего супруга, говорить, я с тобой сегодня спать не буду, и уходить в другую комнату. А не проще ли сделать встречу в постели, как событие? Не проще ли каждый вечер думать, ляг бы я с ним в постель или нет? Не проще ли, если ваш любимый мужчина заснул на диване перед телевизором, обязательно нужно ему говорить, вставай, вставай, пошли на кровать. Это обязательно, если ему там комфортно? Вовсе нет. Спокойно ушлась, нормально выспалась. Есть определенные люди, которые не могут спать ни в поезде, ни в самолете, ни в гостях. Есть люди, наоборот, приезжают в гости, говорят, боже, какая у вас подушка, какое у вас замечательное одеяло, как комфортно мне на другом месте. Пробуйте разные места в своей собственной квартире, включайте разумный эгоизм. Вот давайте сейчас подумаем над тем, что такое для человека отдых. У нас была программа об отпуске, а теперь о каждодневном отдыхе и сне. Каждый человек абсолютно по-разному воспринимает сон. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Кто-то переспал и чувствует себя, как разбитая телега, а кто-то недоспал вот эти 15 минут и потом будет раскачиваться полдня. Нужно слушать себя. Я приведу историю о разумном эгоизме для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот представьте себе, бывший врач, женщина, работник скорой помощи, нашла себе замечательную профессию и работает, делает уколы в голову женщинам в косметическом салоне. И вдруг под окнами вот этого косметического салона разбиваются в хлам два автомобиля. И все выбегают, как бы оказывать помощь в том, в чем стояли. Бывшая работница скорой помощи надевает шапку, пальто, перчатки, поверх перчаток резиновые перчатки. Она опаздывает на полминуты, но в тот момент, когда закалевшие все синими руками, уже залезшие в кровь без полиэтиленовых пакетов, люди заскакивают обратно, потому что мороз, именно эта женщина окажет правильную квалифицированную помощь, вытащит всех, уколет, сделает то, что нужно, потому что она знает, что такое разумный эгоизм. То есть она знает, как нужно защитить себя. Мы спим с любимым человеком, мы его очень любим, нам надо обняться, мы хотим слышать его дыхание и сердцебиение. Это замечательно. Но если мы потихонечку будем расползаться в разные комнаты, мы даем возможность скучать по своему собственному телу. Вот поехали в отпуск, там же в любом случае в отеле в общая кровать, и это сближает. Если какая-то у супруга проблема на работе, можно прийти к нему в постели, остаться с ним, ночевать, говорить с ним за хлеб до утра, гладить его по голове. Это элементарное уважение, степень интимности и расползание в разные спальни. Это не глупые люди, были наши предки. Ведь мужчина не обязательно приходил каждый вечер для того, чтобы заниматься женой любовью. Но он приходил расчесывать ей волосы, рассказать, посмотреть на нее в ночной рубашке, в пеньяре. Почему мы все это бросили? Почему мы спим в майках и мишках? Зачем мы превратили постель в этот ужас? Многие женщины жалуются, ест булки и все в крошках. Сидит в компьютере до полночи, на ногах компьютер, я не могу заснуть. Наушники, но я все равно слышу звук. Почему он не разрешает мне уйти? И наоборот удивленные женщины говорят, почему он ушел на другую территорию? Зачем он закрылся в кабинете и сидит там до полуночи, ждет, пока я усну, и не приходит, а остается там? Да потому что наша личная территория нужна нам для комфорта. В любом случае, со временем у нас запах имеет и волосы, и ротовая полость, и уши, и подмышки, и руки, и живот, и ноги, и гениталии. Все это имеет свой замечательный, очаровательный запах. Кто-то не успеет накопить его в течение ночи, а у кого-то он вырабатывается буквально через час. Это тоже будет вызывать отторжение. Зачем? Зачем приучать к своему запаху, даже если он великолепен? Понятно, что в постель можно приносить запах свежевым этого тела. Полюбитесь и расползайтесь. Дайте возможность чувственности продлиться. Оставьте еще вот этот маленький элемент, элемент интимности и ухаживания друг за другом, флирта какого-то, возможности затащить своего партнера в постель обманом, хитростью, лаской, нежностью, грубостью, мириться, ругаться, как угодно. И избавьте свою семью от ненужных, от абсолютно ненужных поводов для разборок. Каждый из вас может просто пойти друг другу навстречу, и вы увидите, у вас дома будет лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok